Это Моголь ТВ и в этом видео тебя ждут 12 простых на первый взгляд головоломок, которые сломают мозг. В комментариях обязательно поделись, сколько загадок ты решил верно. Номер 1. Посмотрите внимательно на эти две картинки и найдите на них одно отличие. Свой ответ сразу напишите в комментариях. Если вы были достаточно внимательны, то обнаружили, что на второй картинке на окне на один цветок меньше. Ставьте лайк, если ответили верно и идем дальше. Номер 2. А сейчас детективная загадка. Из картинной галереи была похищена известная картина Рембрандта «Ночной дозор». Инспектор Фиксмен прибыл на место преступления и установил, что один из сотрудников музея помогал похитителям. Допросив его, инспектор узнал, что похитители держат картину в гараже на окраине города. Инспектор Фиксмен, не теряя ни минуты, поехал туда. Но прямо в тот момент, когда он подъехал к гаражу, оттуда одновременно выехали три автомобиля и последовали в разных направлениях. Какой из автомобилей нужно преследовать инспектору Фиксмену, чтобы спасти картину? Правильный ответ. Когда инспектор Фиксмен прибыл в гараж, то оттуда выехали три автомобиля, два легковых и один грузовой. Для того, чтобы сообразить, в какой из этих машин, скорее всего, находится картина, нужно обладать элементарными знаниями об искусстве. Дело в том, что картина Рембрандта «Ночной дозор» очень большая, почти 4 метра в длину и ширину. То есть в легковом автомобиле она бы точно не поместилась. А значит, инспектору Фиксмену нужно преследовать грузовой автомобиль. Номер 3. У отца было три сына. Он решил разделить между ними свое состояние. Но для того, чтобы решить, кому из них достанется больше, а кому меньше, он устроил небольшое состязание. Отец дал каждому из сыновей по зернышку. Наказал посадить их в землю и через полгода показать, что выросло. Тогда он и решит, кому достанется состояние. Через 6 месяцев сыновья пришли к отцу. Первый показал выросшее маленькое деревце. Второй показал красивый цветок. Третий сын принес просто горшок с землей и сказал, что у него ничего не выросло. В итоге отец отдал почти все свое состояние третьему сыну. Почему? Правильный ответ. На самом деле отец дал своим сыновьям ненастоящие зерна, из которых просто не могло ничего вырасти. Но только третий сын оказался честным и показал пустой горшок. Номер 4. А сейчас вас ждут несколько репусов. Отгадайте, какая страна в них зашифрована. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Номер 5. И еще одна детективная загадка. Инспектор Фиксман узнал о готовящемся побеге из тюрьмы. Но когда именно он произойдет, неизвестно. Полиции удалось перехватить записку, которой обменивались грабители. Увы, сообщение было закодировано. Помогите инспектору Фиксману расшифровать это послание и предотвратить побег. Логика данного шифра заключалась в том, что каждая цифра вверху означала место в строке, на котором находилась нужная буква. Например, в первой строке нам нужна пятая буква, в следующей четвертая, затем первая и так далее. Таким образом получается фраза «Побег в 23.30». Теперь инспектор Фиксман точно знает, когда произойдет побег. Номер 6. Космический корабль захватили пришельцы. После сбоя системы на территории всего корабля закончился кислород. Команда космонавтов должна перебраться в аварийный отсек, чтобы спастись. К нему ведут три пути. В первом они наткнутся на пришельцев. Во втором бушует пожар, вызванный перебоями в системе. В третьем пути их встретит капитан, которого пришельцы обратили в зомби, пока он спал. Какой путь выбрать космонавтам, чтобы спастись? Правильный ответ – двери под номером 2 и 3. По условиям загадки, на всем корабле отсутствует кислород. Огонь не горит без кислорода, а значит, за второй дверью безопасно. За третьей дверью – капитан корабля, которого пришельцы обратили в зомби. Однако без кислорода зомби будет нечем дышать, и он не представляет опасности для космонавтов. Номер 7. Вас заперли в комнате. В ней нет потолка. Высота стен почти 4 метра. В комнате есть бочка высотой 1 метр. Железный сейф высотой 40 сантиметров. Веревка длиной 3 метра. Ваш рост 180 сантиметров. Комната постепенно заполняется водой, и к концу дня вода дойдет до самого верха. Самое неприятное в данной ситуации, что вы не умеете плавать. Как же вам выбраться? На самом деле, все, что вам нужно – это бочка. Ведь она деревянная. Крепко уцепившись за нее, вы будете держаться на поверхности воды и сможете выбраться. Номер 8. Посмотрите внимательно на эти буквы и скажите, какая буква должна быть на месте знака вопроса. Наверняка вы заметили, что всего здесь 12 букв. Одна из них зашифрована. Число 12, в первую очередь, у всех ассоциируется с месяцами года. Это были первые буквы месяцев года. А значит, что на последнем месте должна быть буква «Д» – декабрь. Номер 9. Сэм приехал в горы немного поохотиться. Во время прогулки он заметил зайца и выстрелил из ружья. Спустя несколько минут Сэм был мертв. Почему? Сэм охотился зимой в горах. Выстрел из ружья из-за громкого звука спровоцировал снежную лавину, из-за которой и погиб Сэм. Номер 10. Страшный великан угрожает разрушить небольшое королевство. Для того, чтобы справиться с напастью, король позвал своего лучшего рыцаря. Но даже ему не под силу одолеть великана без специального зелья. У него на выбор есть три варианта. Выпив первое зелье, он станет больше, чем великан по размеру, но его сила останется прежней. Второе зелье сделает рыцаря немного сильнее великана, но его рост станет намного меньше обычного. Третье зелье сделает его таким же сильным, как великан, но он устанет намного быстрее. Какое зелье выбрать рыцарю, чтобы одолеть великана? Рыцарю для победы нужно выбрать второе зелье, которое делает его сильнее великана, но при этом сильно уменьшает в росте. Тогда каждый его удар будет более разрушительным, а из-за маленького размера великану будет трудно его заметить. Номер 11. Вы вместе с вашим отцом и братом перевозили мешки с золотом на воздушном шаре. Внезапно, когда вы летели над океаном, птица повредила ваш шар. В итоге вы стали стремительно терять высоту и падать в океан. Вам нужно немедленно облегчить вес корзины, чтобы прекратить падение. Кому же придется спрыгнуть в океан? Вашему отцу, брату или вам? Как вы поступите? Это была головоломка с подвохом. Разумеется, вам не нужно терять никого из членов вашей семьи или жертвовать собой. Вам всего лишь нужно сбросить золото с воздушного шара. И тогда все будут спасены. Номер 12. Перед вами из спичек выложено 2 квадрата. Вам нужно переложить 4 спички таким образом, чтобы стало не 2 квадрата, а 3. Как это сделать? Итак, вам нужно переложить эти 4 спички таким образом. И тогда вы получите 3 квадрата. Не забудьте написать в комментариях, на сколько головоломок из 12 вы ответили верно. Также заходите в группу Моголь ТВ ВКонтакте, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе новых видео. И конечно же, оставляйте свои комментарии под этим роликом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!